История оружия. История оружия насчитывает много веков, даже много тысячелетий. Мы не знаем всего. Письменные источники, которые до нас дошли, они относительно свежие. У людей много долго письменности не было, никто ничего не записывал. Поэтому за глубиной веков от нас скрыто имя той обезьяны, которая первая взяла руку-палку, чтобы отогнать обезьяну из соседнего племени и погибой грусти, зашедшую на ее делянку за орехами. И также от нас скрыты ими той обезьяны, которая первая взяла руку-камень, чтобы метнуть другую обезьяну. Но мы, собственно, им должны быть благодарны. Заходи. Собственно, им должны быть благодарны, потому что именно они заложили основы. И именно с того времени вошло разделение всего оружия на две огромнейшие части. Это оружие метательное, то есть мы берем что-нибудь потяжелее и зашвырнем подальше, чтобы кого-то там побить. И оружие, так назовем его, ударное. То есть это та же самая палка, которую мы взяли и надавали кому-то по бестолковке, чтобы неповадно было делать то, что не надо. Само собой, про оружие мы все слышали. Мы все смотрим фильмы, боевики, кто чего только не метает. Гранаты, с автоматами бегают, с пистолетами. Но это все самая свежая часть истории. Это буквально то, что мы видим в фильмах, это все изобретено буквально вчера. А поначалу, поначалу все оружие делилось, но если взять ударное, поначалу это были просто палки. Потом, это уже в каменном веке, кому-то пришло в голову, что палкой можно же видеть и не вот так вот бить, а можно же ей и потыкать. Особенно кушать-то хочется, а человек существо всеядное, мы же едим и зерно, то, что в земле выросло, картошку, например, брюху, да, но мы же едим и мясо. А мясо, оно же в тарелку попадать не хочет, оно бегает, оно еще имеет зубы и может тебя себе на обед забрать. То есть, можешь из охотника легко превратиться в жертву. Поэтому мясо надо сначала убить, потом уже разделать, зажарить и съесть. А убить чем? Ну, подойди к Васю, начни его бить палкой по голове. Что из этого будет? Он на тебя только обидится и зацепит рогом. Он увозь гораздо сильнее или копытом ударит. Поэтому тыкать-то надо так, чтобы и шкуру пробить, и повредить то, что у него внутри, чтобы он все-таки стал обедом. Таким образом, таким образом появились первые копья. Что из себя представляло самое первое копье? Это палка, просто заостренная. В каменном веке уже появились, будете изучать на истории, появились каменные оружия, орудия труда, каменные топоры, каменные ножи, скрипки. И как сейчас? Вырезали что-нибудь из дерева? Ну, это самое простое. Ну, увидели, наверное, да, берут вот палку и ножом ее заостряют. Вот точно так же делались копья. Только нож был каменный, а не железный, как сейчас. Но очень быстро пришли к выводу, что дерево-то достаточно мягкое. Я сейчас разговариваю. В основном думал-то. А шкура-то достаточно прочная. И дерево махрится, распадается на волокна, и не пробьешь. Шкуру того же лося или мамонта. Что делать? До камень? Надо прицепить какой-нибудь камень, сделать заостренный, и привязать его к палке. Правильно. Но до этого дошли немножко позже. Сначала копья обжигали. Кончик. Опускали в огонь. Он немножко обугливался и становился прочнее. За счет этого. А уже потом, как ты правильно говоришь, стали прицеплять каменные наконечники. Прицепляли их. Как только не прицепляли. Ну, в камне выемку не сделаешь, чтобы туда вот... Вставить палку. Да, чтобы вставить палку. Все правильно. Поэтому расщепляли кончик палки, вставляли, вставляли каменный наконечник, обматывали, ну, с веревками тоже тогда была проблема, обматывали жилами животных. Нет, лена толстая. Не получится. А жила, она тоненькая, ну, как тоненькая веревочка. Плотно обматывали. Это уже было, это уже было что-то. С появлением, с появлением металлов в жизни человека, когда научились обрабатывать металл, наконечники стали делать сначала из бронзы, когда научились управлять, к меди добавлять разные присадки. Здесь уже можно было наконечник отлить в любую форму, можно было уже вставить в наконечник древка копья. Еще были дровочки, это как маленькие копья. Мы до этого дойдем. Вот, вставить в наконечник древка копья, и уже он прочнее держался, дерево не разламывалось. Ну, вот, знаете, кто видел, как дрова колет? Видели. Черпачок деревянный, ты в него вгоняешь топор, и он у тебя раскалывается. То же самое может быть с копьем, ты же расщепил кончик, встал туда наконечник, ударишь посильнее, она начнет дальше раскалываться, наконечник выпадет. Это уже не оружие, это так. И издевательство. Вот, поэтому выемка в наконечнике, в него вставляется древка копья, закрепляется там чем-нибудь, может быть и приматывается, по-разному было. Ну, с появлением железа стали наконечники делать железными, и копья начали разделяться на различные типы. Чуть попозже об этом поговорим. И также параллельно, ну, опять же, люди не только охотятся, люди еще и сражаются с другими людьми, потому что очень много охотек поживится за счет тебя. Кто-то хочет вырастить пшеницу, а кто-то выращивать не хочет, а хочет прийти и забрать у тебя то, что ты вырастил. Так с его точки зрения проще. А есть такие люди, которые убивают других людей и их съедают? Ну, да, сейчас их уже почти не осталось, а когда-то их было достаточно много на заре человечества. Поэтому использовали в войнах, ну, в маленьких войнах, в древности использовали, в общем-то, все, что было под рукой. И, собственно, оттуда у нас оружие, тоже ударное оружие, оно, собственно, оттуда оно и пришло. У тебя есть рядом топорик? Ты берешь и с топором пошел на врага. Появились боевые топоры. Есть молоток. Ну, возле забивать стали сильно позже, они появились-то тоже относительно недавно. Но боевые молоты известны. Дубинка, она никуда не делась. Она и в средние века была дубинкой, и я даже покажу ее. Ну, и, соответственно, никуда не делась метательное оружие. То есть, покидать камнями в кого-нибудь, это достаточно весело и задорно. А, кстати, для чего, собственно, было придумано оружие? Кто догадается? Чтоб убивать животных, чтобы отвоевывать свои земли. Это понятно. А еще для чего? Для того, чтобы не подходить к тому месту, куда ты хочешь кинуть. Правильно. Потому что, если вот смотреть, вот, отойди на минуту. Куда? Ко мне, ка мне. Отойди. Просто вытяни руку. Вытяни руку. Вот если представить, что мы с ним будем драться, Вот у нас руки одинаковой длины. То есть, я могу его ударить, и он может меня ударить. А если я возьму в руку палку, то я уже буду здесь, а он до меня просто не достанет. Но, правда, появляются люди вообще-то умные, и кто, что сделал один, может повторить другой. У меня палка, и у него палка. Тогда мы, брат, шансы примерно уравниваются. Но в то же самое время, в то же самое время, если у тебя в руке палка, ты ударишь сильнее, чем просто рукой. Поэтому оружие, собственно, приживается. И, ну, оно, собственно, как бы, вот основное. Одно из основных, для чего оно было вообще придумано. И в то же самое время, метательное оружие. Вот, вот он сидит вот там вот. Даже если у него в руке палка, если я отсюда кину в него камень, он до меня не достанет. А камень кидать чем удобно? Можно рукой. Но он летит относительно недалеко, и относительно слабо. Он может, ну, опять же, попадет в грудь кому-нибудь. Он никакого вреда не причинит, он только разозлит. И появляются различные, ну, как бы, метательное оружие модернизируется. То есть появляются новые его виды, и появляется то, что помогает, ну, самое простое, то, что помогает камень кидать. Дальше появляется проща. Вот такая вот вещь. Представляет из себя шнурок, нет, прямо вот такой вот длины. С одной стороны шнура петелька, она надевается на палец. В центре такой куб, сейчас вот длины здесь плетеные, раньше был кусочек кожи, куда вкладывается камень. Берешь, вкладываешь камень, второй конец прощи, берешь в руку, у тебя получается вот оно вот так вот висит в руке. Дальше его раскручиваешь над головой и отпускаешь в нужный момент. Враща раскрывается, камень, за счет того, что он раскрутился, приобретает большую скорость и летит туда, куда нужно. С хорошей скоростью можно убить с одного удара. Это, в общем-то, одно из самых примитивных метательных орудий, которое было известно. И, в общем-то, оно используется до сих пор. Ну, правда, сейчас его используют энтузиасты, даже соревнования проводят где-то, где-то я видел. Вот, в качестве боевого оно сейчас не применяется, но вот люди, кто реконструирует древность, так достаточно задорно метают, ну, уже не камешки, а шарики метают из прощи на дальность, на точность. Но, проща не единственное, опять же, из прощи ты зверя, в общем-то, не сильно и завалишь. Особливо какого-нибудь тура или еще кого-нибудь. Да, кстати, и, собственно, из прощи, можно сказать, вышло оружие, называемое кистей. Кто знает, что это такое? Да, я же. Вы слышали? Ну, сейчас попробую показать, по-моему, я его... Я его, по-моему... До какого времени прощу использовали? Ну, по раскопкам, судя. До какого или сын какого? Ну, наверное, интересно, до какого-то именно. До какого... Сложно сказать, но вообще в средние века прощники еще были. Потом они ушли, и в связи с малой кем-кем. И стень. Очень грузное оружие. Да. Почти та же самая проща. Разница в том, что это оружие не метательное, а ударное. Это шарик каменный, стеклянный, железный, без разницы какой, на ремешке. И заканчивается этой петелькой, надеваемой на руку. Петелька называется темляк. А, я понял. И вот так раскручиваешь, и... Им просто бьешь. Их листаешь. Да, просто бьешь за счет того, что шарик тяжелый, и он набирает высокую скорость. Ну, вы еще физику не изучали, у вас все впереди. Как бы, для тех, кто знает, скорость большая, вес большой, энергия большая. Соответственно, враны наносились кистиняные. Ну, очень ужасно, да, оружие было. Страшно. И что самое опасное, удар кистиня нельзя парировать. Почему? Потому что веревочка мягкая. А плюс ко всему, она еще вот как вот здесь, плетеная из кожи. С одного удара ты ее не разрежешь. Даже если это поставишь на пути кистиня меч, он, вот этот шнурок не разрежется. Кистинь просто меч обогнет и ударит. И в то же самое время, в то же самое время схватившись за рукоятку, вот есть, кто про нагайки слышал. Я что-то слышал такое? Я попозже расскажу, сейчас поподробнее сейчас кратко коснемся. Можно кистинем замокнуться сверху и легким движением руки, ну, просто замахиваешь сверху, ну, делаешь вот так, самый простой. У тебя он вроде бы шел сверху, а удар пойдет сбоку. Оружие страшное, но применялось оно достаточно ограничено, но достаточно долго. Есть свидетельство применения кистиня в петровские времена. Хотя уже были, начинались там огнестрельные, да? Топ шел по своим дивам куда-то, и встретил царя со сверху, который тоже куда-то по своим делам ехал. А поп был искистенен. Царь меня спрашивает, батьшка, а ты не боишься? Вообще попам запрещено было пользоваться оружием. То есть они только молитвой и силой слова должны были всех вдохновлять. Ты, говорит, не боишься суда божьего, ты же оружие в руки взял, тебе нельзя. На что поп сказал, я больше боюсь разбойников, которые в этом лесу будут безобразничать. Кистинь также известен, в общем-то, с достаточно древних времен. Сейчас про года говорить сложно, это тысячелетие. То есть когда его изобрели, кто первым догадался, это как с теми обезьянами, мы не знаем, не знаем, как его звали, да и звали ли его как-то вообще. Ориентировочно это Европа, наверное, была, да? Не факт. Европа, кстати, никогда не была с двигателем прогресса оружия. Никогда. Восток. В основном, в этой самой Персии. В основном оттуда. А когда чуть дальше пройдем, будет понятно. И следующий вид метательного оружия, который использовался, ну, самые ранние раскопанные части боеприпасов этого оружия датируются 64 тысячи лет до нашей эры. Это лук. Что такое лук, знают все, да? Ребята, знаете, тоже знают. Я сошел у лука. И как? Попадал? Да. В яблочко. У нас соревнования были. Ну, все живые. Это хорошо. Кому, опять же, пришло в голову взять, согнуть палку, привязать к ней веревку, берем самый простой вариант, взять другую палку, натянуть, и чтобы оно выстрелило, сказать сложно. Но вот в расковках в Африке находят наконечники стрел каменные, датировали их повторюсь с 64 тысячами лет до нашей эры. Не укладываются в голове даже эти цифры, да? Ну, почему? В принципе, вообще, понимаешь, есть такая интересная вещь, немножко отойдя от темы, ученые говорят, что организация развивается по спирали, и в какой-то момент она проходит какую-то точку, уничтожается, начинает сначала, и вот вроде как на земле уже найдено то ли 3, то ли 7 таких точек. Поэтому мы видим только то, что мы можем из земли выкопать, раскопать, и подумать, что это такое. Те же самые строения старые, нам говорят, это храм. Ну, хорошо, храм, а может, это не храм, может быть, там было что-то, что-то вообще по-другому. То есть, мы оглядываемся на древность с точки зрения на современную, и многие вещи, многие вещи, кстати, интересный пример, ребят, можете рукой показать, вот как вы звоните по телефону, просто телефон как звонить? Вот так. Вот так вот. Вообще-то, а мы показываем вот так вот. Потому что это трубка, здесь микрофон, здесь динамик. Мы старше, мы еще застали эти телефоны. А телефон с диском кто видел? У меня Кирилл не понял про магитофон вообще. Вот один человек видел телефон с диском. Как набирать на телефоне с диском? А, это вот так вот крутишь, оп, оп, вот, вот, вот. А, да, и открутишь, набираешь вот так цифры. Какие-нибудь цифры. Вот опять же, а родятся у них дети пройдет еще тебе сколько лет? Мне 9. 9 лет. Ну, пройдет еще лет 20-30, когда родятся, когда станут примерно такого же возраста, покажи им телефон с диском, и они вообще не поймут, что с ним делать. То же самое мы с той древностью, которая давно-давно мы не понимаем, мы не понимаем, что и для чего это. Да, люди были другие, жили по-другому. Вот. Ну, вернемся к нашему повествованию. Итак, появляется лук. Первый, ну, поначалу он был достаточно примитивен, то есть, это палка, гнутая, на палку натянута веревка, ну, в основном, жилы животных, где-то переплетенные между собой, где-то что-то. Стрела, просто палка. Достаточно быстро поняли, что просто палка летит плохо. Она начинает в полете, ну, она за счет того, она длинная, да, она начинает вихлять, всяко придумали приделывать оперение, стреляя, перышки заходящие. И основы, наконечники? Вот, наконечники были разные. Сейчас, до этого дойдем. Вот, лук применялся до 17 века, точно, в 17 веке его, точнее, начиная с 15 века в Европе его меняет арбалет. На Руси арбалет появляется, его попробовали, посмотрели, и арбалет не прижился, он считался оружием черни. То есть, тем, кто не умеет обращаться с луком, вот им, пожалуйста, арбалет. А лук, зачем, вопрос резонный, зачем он нужен. Лук делился на две, так сказать, большие ветви. То, что мы знаем больше. Кто про Робин Будда знает? Я, 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 зачитал, и в лагере были. Здесь картинка не такая большая, но, обратите внимание, вот это вот типичный, пример, самого примитивного лука, это английский лук. То есть, обратите внимание на его размер, он срос человек, очень огромный, двигаться с ним, перемещаться с ним достаточно тяжко, лучники, о конных лучниках с таким луком разговаривать даже не приходится. То есть, конятый на нем особо не постреляет. Древним единицам измерения вот где-то вот и он максимальный дальность стрельба. На, по-моему, 150 или на 200 шагов стреляли единицы, это самые лучшие стрелки, таких было очень мало. И вот с этим луком еще связана такая интересная вещь, вот этот жест, кто знает, что он значит. Ну, значит, победа, значит, все хорошо, все нормально. Пришло это от лучников. Дело в том, что лук, вообще оружие достаточно страшное, потому что он стреляет издалека и убить может издалека. поэтому лучников противника, лучников не любили, точнее, своих лучников любили, а вот лучников противника не очень, как-то не сильно нравилось. И если брали лучников в плен, ему тут же рубили пальцы, чтобы от него больше звука стрелять. И вот этим жестом показывали, что пальцы на месте, значит, все нормально, значит, мы живем, все хорошо. Это значит, то, что пальцы на месте. Но вообще, значит, это победа в современности. То есть, мы победили, пальцы на месте, идем воевать дальше. Вот. Это лук английский. Классический, собственно, классический, европейский. И почему появился арбалет? Потому что он стрелял дальше английского лука. А теперь есть сейчас вот оно. не очень хорошо видно. Немножко я подумал. А вот это лук русский. И, собственно, это лук восточный. Он гораздо меньше. Высота его где-то примерно вот такая. Он, его плечи, ну вот, сам, собственно, сам лук имеет вид такой вот буквы М. за счет того, что он сделан такой сложной формы, у него усилий и натяжения больше. И за счет этого стрела летит дальше. Из этого лука на 200 шагов стреляли все. То есть, английский лучник еще даже до позиции не дошел, он еще даже стрелять не может, он, про него стрела просто не долетит. А русские лучники его уже обстрелили. этот лук такой лук использовался на Руси и в России, такой лук использовался татарами, такой лук использовался в Персии, по всему востоку. И, собственно, как раз вот оно... Вопрос, Артем, переняли его татар, наверное? Нет предположения? Нет, 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 переняли раньше, ну, примерно как-то одновременно. То есть, оно пришло все с востока, а перенимали мы примерно оттуда. Точно, когда появился именно такой лук, сказать сложно, но в девятом веке он уже был известен. И, более того, носили этот лук на ремне. Даже сейчас покажу, были даже специальные такие приспособления для переноски лука. Лука сострелами. То есть, видите, вот, ремень на пояс одевался, с одной стороны лук, с другой стороны ковчан сострелом. Вот это вот называлось садак. Но здесь лук немножко другой формы, он без загибов внутреннего. Были подобные садаки с крышками, чтобы лук не намочить. Русский лук мочить можно. Он делался, ну, во-первых, он склеивался из двух частей, склеился рыбьим клеем, находит сейчас луки. А что это такое рыбий клеем? Сейчас, это клей, который варится из костей рыбы, поэтому рыбьи и называется. Причем, самая лучшая косточка, одна единственная, это вот, какая-то нёбная часть осетра. у нас Иван Васильевич Грозный, царь такой был, он подарил султану Сулейману великолепному целый сундук вот таких вот косточек. Дело в том, что на востоке, ну, в Турции, в частности, в Османской империи, считалось, что каждый человек должен обладать каким-то ремеслом. И даже султан должен, если вдруг он перестанет быть султаном, должен иметь возможность себя прокормить. Поэтому их чему-то учили, учили работать руками, учили что-то делать. И по традиции султанов учили делать луки. И получить лук, сделанный самолично султаном, это ещё в подарок это считалось, а их не продавали, их только дарили за особые заслуги. У султана, сами понимаете, у него времени особо луки делать нет, он этим занимается иногда. Пока он султан имеется в виду. И это считалось очень большой честью, просто величайшая честь ему. Другое дело получить в подарок шёлковый шнурок султана, значит, что вот тебе шнурок, шея у тебя есть. Что делать, дальше знать. Это за тем, кто учитель направлений. Так вот, вернёмся, склеился из двух половинок, причём не вот так вот поперёк склеился, а вдоль две половинки из разного дерева. Одну ольха, второй не помню, честно, не помню, я всё время почему-то его забываю. На места, на которых наибольший изгиб наклеивались песниные накладки для увеличения прочности, и обклеивалось, обматывалось всё это берестой для того, чтобы он не боялся воды. Дерево впитывают. Сейчас находят в раскопках луки, нашли лук, точнее, половинку лука, ей 800 лет, она до сих пор там клей даже отклеиваться не пытается. По-моему, много где-то делало. Невероятно просто, тетиву делали из кожи. Кожа при намокании растягивается, чтобы этого избежать, ну, то есть, тоже ты в дождь попал, у тебя тетива не натянута, а просто так висит. Чтобы этого избежать, брали тоненькие кожаные шнурки, их мочили, вытягивали, из них плели тетиву, и соответственно, уже в таком виде плетёной альей было без разницы, попадет она в воду, не попадет, то есть, звук был более совершенен. И наконечники стрелы, опять же, были разные, то есть, они были у них, у всех разных предназначений, а наконечников мы поговорим чуть-чуть попозже. Потому что сначала надо пару слов рассказать о защите. Дело в том, что во всем мире с древнейших времён и до сих пор идёт непрекращающаяся война. Эта война не закончится никогда. Это война щита и меча. То есть, есть оружие, которое может тебя ударить, одни изобретают, вторые изобретают оружие, которым, точнее, то, чем от этого оружия можно защититься. Самое простое, это одеться так, чтобы удары тебя не трогали. так появился доспех. Самый первый доспех был кожаный, то есть, это просто толстая кожа, из неё сшита куртка, штаны. Первое оружие эту кожу пробить не могло. синяк он у тебя оставит, синяк пройдёт. Как говорят, до свадьбы заживёт. С совершенствованием оружия соответственно, совершенствовались и средства защиты. Но, другое дело, что изготовить сейчас, ну, точнее, изготовить в то время металлическое средство защиты было достаточно сложно, стоило это достаточно дорого. А вот сейчас, Володя, деревянная мепель сейчас стоит сколько? Очень дорогая, даже не боюсь сказать, вообще боюсь сказать. А металлический, ну, грубо говоря, деревянный стеллаж и металлический стеллаж, который, кто будет стоить дороже? Деревянный. Сейчас деревян? В данный момент правильно. А в том же шестнадцатом веке металлический стеллаж будет стоить, ну, десяток деревень за него можно купить, а деревянный не стоит почти ничего, потому что дерево везде рядом и сделать его может практически каждый. Дом ставили, избу обычную, небольшую, ставили за три дня. когда надо быстро построиться, за три дня у тебя уже стоит дом. это в то время. Вот, сейчас все немножко по-другому. Поэтому, поэтому самым простым, самым простым средством защиты все-таки оставался не металлический, а... так, я его у меня был, я его наеду в картинках, самое простое, шился, изнутри был наполнил либо ватой, полским слоем, либо конским волосом, видите, поперечные стежки, он квадратикам и всем простеган, чтобы если где-то в одном месте порвался, чтобы он весь не располагался. Ну и вот Тегеляй был у самых бедных воинов, потому что он стоил недорого. Обладал, в общем-то, ну не сказать, что вот такой прям уж очень сильной защитой, но если его выборить в соли, то защищал он гораздо лучше. Этим, собственно, измином. Тегеляю полагалось примерно, ну, голу тоже надо защищать, она же умная, она же думает иногда, еще мы в нее едим. Тегеляю полагалось шапка бумажная, примерно то же самое. То есть, в принципе, изготовление тоже тот же самый, причем он был настолько прочный, что к нему крепился даже наносник металлический, и он вполне себе держался, то есть защищал нос, переносится, чтобы не разбили, не поломали. Ну вот, согласитесь, похоже на шлем. А, нет, нет. ну, шлем и есть, только немножко из другого материала. Защищал от стрел, защищал от удара мячом, разных вещей. Но, были и металлические средства защиты. А, еще надо заранее дополнить такой, так сказать, переходной вариант для тех, у кого денег не так много, это уже реконструкция, вот это называется куяк. То есть, это кожаная основа, на которой наши по металлические пластинки. Принцип тот же самый, защищает от ударов, от стрел, от мяча, от топора. А кто мне скажет из металла, как называлось средство защиты из металла? Кольчуга. Правильно. Кольчуг было много, много разных. Ну, самая простая это вот множество колечек, сплетенные между собой. Колечко прорезать металлическое сложно. Промять ее, ну, промять ее просто, она вся, она вся гибкая. Наверное, кольчуга была тяжелой? Ну, в общем-то, да, она была нелегкой, причем кольчугу одну никогда не носили, во всяком случае. Ну, кольчуга такая была относительно недорогой. Помимо кольчуги, помимо кольчуги было такое средство защиты, как бехтерис. Это, в общем-то, практически непробиваемый бронежилет средних веков. У него, обратите внимание, на груди расположены плетеные кольца в несколько слоев металлические пластинки. Смысл в чем? Если меч или нож начинает скользить вдоль тела, у кольчуги была такая особенность, почему был придуман стилет. Стилет, кто знает, что такое? Это тонкий нож, ну, типа, кто знает, что такое шило? Все знают. Вот, примерно, если сравнивать, то это скорее шило, чем нож, но он, правда, не круглый, а трех- или четырехгранный, длинный и тонкий. Для чего он был придуман? Для того, чтобы проткнуть кольца сквозь сквозь кольца он мог проходить. Это в случае, если воин в кольчуге. Если воин в полном доспехе, полный доспех, попозже покажу, то он мог пройти между сочленениями доспеха и попасть уже в тело. Так вот, если здесь между пластинками попадает стилет, нож, меч, неважно, под ними есть другие пластинки, они не дают пройти внутрь, и получается, что оружие скользит вдоль тела, не причиняя вреда. Полный доспех, собственно, в эту сторону развивали средства защиты, опять же, это Русь и Восток. В Европе средства защиты развивались немножко по-другому, собственно, вот, вашему вниманию представляется танк в средневекове. Человек, которого чем-то пробить очень сложно, надет полностью в железо. Вот, доспех... только этот тонкий нож в глаз пролезть? Ну, вот, да, кстати, очень узкая смотровая щель в шлеме воин, мало что видел, но в бою этого было достаточно, затоню голова полностью защищена. И опять же, вот эту смотровую щель можно сунуть стилетом. Интересно, как он там ходил, это же еще будет тяжелее, чем-то. Повещи в ютубе есть ролики, которые, по-моему, французы снимали, показывают гибкость доспеха. В нем недостаток был один-единственный. Ну, тяжело, это понятно, собственно, люди тогда слабыми не были и так приводят для себя все это наденешь, я должен мячом махать. В нем кувыркаются, в нем бегают, в нем прыгают, но единственный минус, вот ты стоишь вот так вот, у тебя вот эта вот средняя часть, она, кстати, она прожила достаточно долго, она дожила до современности, преобразовавшись в бронежилет, а в сороковых годах использовали ее воины советской армии, такой боевой нагрудник, у нас были штурмовые части, вооруженные автоматами, с боевыми нагрудниками, причем защищал он и грудь и вот нижнюю часть. Называется она кираса, вот когда на тебе кираса надета, ты можешь, в кольчоке ты можешь как покрутиться, можешь вот так, вот так, как угодно, а в керасе ты можешь покрутиться только вот так, потому что средняя часть у тебя полностью держится железом, а стрельбе из лука речи не идет, ты можешь только бить мечом или копьем, ну и вот в эту сторону развивалось средство защиты в Европе, то есть это вот типичный пример европейского рыцаря, да, там мог быть другой формы шлем, там могли быть немножко другой формы сами лата, они могут быть украшены, но принцип один и тот же. Латники европейские рыцари ходили на Русь неоднократно, правда лучше всего воевать не получалось со стариками, бабами и детьми, когда выходило русское воинство, ну им резко становилось всем не сильно хорошо, ну это уже отдельная история, это отдельно можно разговаривать, ну и соответственно у русских возникает резонный вопрос, а как вот это победить, потому что просто подойти и тыкать в него ножиком, ну во-первых он не даст, а во-вторых тем чуть получит, вот, копья, о которых мы говорили, стали делиться на, так сказать, на, ну то есть копье стало не просто копьем, а появилась например рогатина, что такое рогатина, это копье с толстым древком и с тяжелым граненым наконечником, использовалось оно в охоте на медведей, причем рогатина это не значит, что у него несколько рогов, это не вилла, это просто копьем, ну как бы с виду, вот со стороны посмотришь, скажешь, если не знаешь тонкости, скажешь, что это просто обычное копье, и использовалось оно тяжелой конницей, то есть что такое тяжелая конница, это латник на коне, да, в Европе коня покрывали железом, в России этим не занимались, то есть конь, это конь, да, боевой, да, его жалко, но в общем-то воина жальщик, потому что воин победить может, а конь, ну, убили одного, возьмем другого, и потом одетый в железо конь быстрее устает, конница, на ней сидит всадник, в полном, ну, в русском доспехе, что такое русский доспех, это, во-первых, для того, чтобы на тебе вот это железо сидело, удобно, надо что-то подадить, просто на тело нельзя, но удар по железу, он, на тело тело передаст, а то шрам-то ладно, может внутренне органы повредить, от удара, поэтому это толстый поддоспешник, войлочный, где-то вот, вот такой толщины, там, несколько сантиметров, на это все дело надевается кольчуга, можно сказать, нижнее, на кольчугу надевается векторец, и поверх всего этого еще и плащ, или там, наватник рыси, например, то есть, это такой, то, что сверху накидывается, но в то же самое время, в то же самое время, если кольчуга с зерцалами, я забыл картинку, там, круг здоровый в центре груди, тут металлическая пластина, защищающая кровь, он же начищен до блеск, он должен сиять, пугать врага, пиво азерцалом называли, потому что у него, как зеркало смотрится, он полирован, первые для зеркала были серебряные, просто серебряный полированный пластинок, то его ничем не закрывали, ты должен, ты же должен врагу показать, что вот он я, я на тебя иду, бойся меня, я большой, страшный, но по факту, тяжелая конница, это самое страшное оружие в средневековье, остановить ее, может только пехота, ну, либо такая же, тяжелая конница, либо пехотные копейщики, причем, если ты копейщиков поставишь в один ряд, бесполезно их сметут, это как минимум 5-6 рядов, копейщики садятся на колено, упирают копье в землю под 45 градусов, встают на него ногой, чтобы оно назад не съехало, и, в общем, вот, на копье, как на рожон, а рожон это что такое? Это как раз укрепление средневековья, это бревно, заостренное, копанное под углом к земле, на него напарывается лошадь, ну, если повезет, еще и всадник, вот, ну, во всяком случае, всадник перестанет быть конным, станет пешим, победить его гораздо проще, а, но это в ближней шипке, а хорошо бы, чтобы этот всадник до тебя не доехал, поэтому для стрелого лука, для стрел, придумали бронебойные наконечники, то есть бронебойное оружие было уже в средневековье, где-то оно у меня было, где-то оно у меня было, если найду, видимо не найду, ну, объясню тогда в двух словах, вот как, он достаточно толстый, он четырехгранный, он тяжелый, он острый, за счет того, что он тяжелый, опять же, забегая вперед в физику, которую вы будете изучать, он, имея большую энергию, он имеет возможность пробить латы, собственно, почему арбалет вытеснил достаточно, ну, относительно быстро вытеснил лук, потому что арбалет мог пробить броню рыцаря, лук, европейский, пробить этого не мог, русский лук, использовался, вот, для таких целей, использовался бронебойный наконечник, ну, и плюс на охоте, обычное, вот в музеях, кто был, кто видел музеях, наконечники стрел, маленькие, да, такие вот капельки, простого человека, этим наконечником, без защиты, повредить можно, тот же самый тигеляй уже она пробьет с трудом, а на охоту с этим лучше не ходить, какой-нибудь зайца ты еще им возьмешь, а про лося говорить не приходится, поэтому использовались другие наконечники, вот это, да, вот это и есть, это наконечник для стрелы, причем действительно он широкий и он острый, он на стрелу, и то есть на выстрелы опытные охотники брали лося, а кто мне скажет, подумайте, для чего использовался наконечник стрелы, представляющий из себя кожаный мешочек, в котором лежит камень, привязанный к первой стреле, чтобы можно было очень сильно с разгона ударить, понятно, а ты по кому это ударил, по лосяу там, лося бесполезен, ты его только разозлишь, стукнешь его, он просто от этого разозлится и пойдет тебя бить, для охоты на белку, белка скачет по дереву высоко, ты ее простой стрелой, ты ее проткнешь насквозь, стрела возится в дерево, будешь стоять и думать, а вот она вот там, а как бы мне ее достать, а если у тебя стрела тупая с камешком на конце, она белку стукнет, белка к тебе упадет и стрела тядашком упадет, то есть ты ничего не потерял, еще из прибытка, вот, такое действительно использовалось, ну, и в кайзе вернемся немножко к ударному оружию, собственно, да, кстати, немножко, подойдя к копиям, купила, тоже были очень интересно, по-моему, нету этой картинки, по-моему, я ее не брал, да, не брал, ну, во-первых, копии никогда не были метательным оружием, копии не метали, потому что оно большое, длинное, там, несколько метров, ее попробую метить никуда-нибудь, во-первых, оно тяжело, а во-вторых, нет, оно полетит достаточно ровно за счет того, что оно длинное, но тяжелое, копье человеку вот такое, метнуть сложно, а вот были маленькие копья, как правильно сказал, дротики, они же тоже были разные, есть дротики вот в дартск кто играл, там же дротик, вот он совсем маленький, а были дротики и вот такие вот, ну, это по-хорошему это дротик, называется он с улиц, это коротенькое копье, вот такое копье уже можно метнуть, и потом опять же, почему большое копье не метали, оно же тяжелое, сколько ты копий можешь с собой взять? Одно. Ну, два, три, ну, если есть помощник, шесть, да, ну вот, а с древности до современных времен известна одна истина, причем любой военный, особенно участвующий в каких-то боевых действиях, тебе его подтвердит, если не такая, патронов много не бывает, раньше, возвращаясь назад, в глубину веков, можно сказать, стрел много не бывает, вот сколько у тебя есть, вот ты их расстреляешь все с ним, практически, вот, ну, и у тебя три копья, ты их метнул, и что делать дальше? вот, вот, да, стоять, стоять и платить, почему у меня больше нет копий, поэтому копьями дрались, именно, оно было оружие, как ударное, боевой шеств, еще есть наконечником, для того, чтобы вообще, соответственно, когда, изобрели ножи, когда помнили, что нож вообще, штука полезная, что резать что-то надо, это было, еще в каменном веке, каменные ножи, до сих пор находят, шкуру, с животного срезать, там, опять, потыкать в кому-нибудь, если вдруг, надобность такая возникла, потихоньку, потихоньку появился меч, то есть, что такое из себя представляет меч, это хороший, длинный нож, ну, ну, да, ручку, чтобы держать, то есть, ножи, сами знаете, они вот, ну, видели, мама на кухне, делает, у нее же есть и коротенький ножик, для чего-то, а есть еще и длинный ножик, там, для других работ, то есть, для каждого дела свой нож, а тут вот нож совсем длинный, чтобы можно было помахать, можно было, какого-нибудь потыкать, но меч продержался, в общем-то, достаточно, достаточно недолго, вот он, меч, типичный, скажем так, меч 8-9 века, то есть, это сужающийся к кончику, ну, можно сказать, нож, если уж, а вот совсем-совсем упрости, заостренный, с двух сторон, ну, здесь еще наконечник немножко туповат, наконечник мог быть и остров, то есть, мечом рубили, мечом и кололи, и, вот, здесь у этого меча, очень наглядно видно, в центре, так называемый дол, то есть, вот это, углубление, углубление, для чего оно использовалось, кто расскажет про схожий миф, может, для того, чтобы, как дубинкой бить, нет, нет, оно у тебя же меч, миф имеет в виду, насчет крови, что ли, да, это миф, миф, там стекало, на самом деле, на самом деле, ну, во-первых, меч должен быть, достаточно легким, потому что, попробуй ты этим мечом, сильно помахать, точнее, помаши, вот, ты махнул десяток раз, ты уже устал, как говорят, вот, меч весит два пуда, тому, кто это рассказывает, хочется дать руки, двухпудовый меч, сказать, он, срубить деревяшечку, он устанет через минуту, а битвы продолжались и дольше, вот, и первое предназначение, вот этого дола, это облегчение оружия, а второе предназначение, долу, у тебя высшее образование есть, техническое, сопромат вспоминай, смотри, здесь толще, здесь тоньше, и здесь опять толще, двутавровая балка, для тех, кто сопромат будет изучать, в будущем, скажу, что простое, вот это углубление, сделанное в ножа, или в мече, многократно увеличивает его прочность, его просто очень сильно сложно сломать, простой меч, который вот простой, его легко слометесь, момент возникает, да-да-да-да, все правильно, таблица может подсчитать, во всяком случае, в бою, если ты поставишь меч плашмя, под чей-то удар, если меч будет без дола, его сломать проще, у тебя останется в руке просто осколок, чисто физика получается, да элементарно если меч с долом или нож с долом то его и сломать гораздо сложнее а это значит что у тебя меч дольше будет в руках и ты пройдешь на всю битву и еще и не одну и победишь кого-нибудь и все у тебя будет хорошо артем основа расчета железонной конструкции это был предмет гораздо хуже сопроматывали первое погреш образование там был покруче еще мы там считали эти бал меч продержался достаточно недолго у него есть одна проблема ты им ударишь и ты ему даришь практически как топором то есть он только рубит но не режет резать им сложно поэтому меч меняет сабля это по современному это где-то начиная с по моему 13 века ой вру даже даже с девятого десятого века потихоньку приходит на смену мечу сабля в шестнадцатом веке меч уже практически не встречается сабля примерно это в общем то в то же самое не только меч изогнутый за счет такой формы когда ты бьешь меньше по инерции идет вниз он не только рубит но еще и режет рано наносится гораздо глубже но и врага поразить проще немножко отойдя в сторону скажу что войне шестнадцатого века убить всех врагов задача не стоял вывести из строя до вывести из строя заставить прекратить воевать то есть ты ему подрубил ногу все еще воевает отрубил руку он уже не боится он выживет да не будет все хорошо но здесь и сейчас он воевать не будет он может быть потом придет вот но сейчас он из боя выходит убил под ним лошадь там стал когда его задача не было убить конкретно она собственно и сейчас и сейчас не стоит задачу вывести из строя что-то там вывести из строя до решить сделать небоеспособным то есть даже если ты его ранишь даже если ты его дима реализовать и он целый и живой и просто сложит оружие скажет я воевать не буду это уже плюс это цель достигнута называется сабля совершенствуется до девятнадцатого века и аппетит сабли это шашка изгиб у него гораздо меньше уходит у него самой с рукояти перекрестие вот защита руки нет но вот она вот вот используется кавалерии сейчас шашка используется тоже очень широко но качестве парадного оружия парад смотрели да ты назад не идут шашками как бы его оружие а что такое шашка сейчас у меня папа говорит вот чупаев с шашкой и могут немножко отличаться но в основном вот забыл рассказать про то чем защищали голову показал только шапку бумажную были шлемы металлические соответственно шлем были разных конструкций но вот этот шлем называется и к сожалению не помню рассказал бы но то есть меч шлем островерки удар нанесенный сверху очень эффективный шлем отбросит оружие но не у всех есть наушники у него защита защиту ушей но а и вот сзади называлась защита отбросить меч назад от тела чтобы удар по шее не пришелся но такой меч был не тех это называется миссюрка причем миссюрка 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 это наш у нас применялся а вот это вот нижняя часть кольчужная называется бороться она использовалась и с ерехонкой и шашаком миссюркой миссюрка просто лежит на голове и защищаешь им голову не прорубили но если по голове дадут каким-нибудь шестоперам а шестопер это что такое это та же самая булава хорошим и он может шлем промять у него шесть перьев поэтому он шестопер а в длину он всего лишь то есть это короткое оружие оружие ближнего боя то есть как говорят пудовая булава там или пудовая палец преувеличена паху вот это пальцы есть это опять же преувеличение для удобства попробовал пудовые палец и помахать но это сказки были на этом ну были на это вообще отдельно за были на кстати есть очень много вопросов на которых пока еще до конца нет ответов только начинают давать дело в том что у нас сейчас предполагает что были на этом времена владимира красносолнышко который крестил руси но очень многие факты свидетельствуют о том что это времена гораздо более древние дело в том что пылины рассказывают о киеве но они записаны в новгороде в киеве про них никто ничего не знал чем записаны в 19 там своих много много разности я об этом рассказано как можно потом не решила пришел вот миссион штапером пробить достаточно просто ну да там какой-то подшлемник есть войлочный но все равно она вот так вот висит на голове а строительную каскаде видел внутри ременный подвес который удар не передает на голову удар силы удара россии рассеивается внутри за счет того что он на натянутой этих самых типа как раз да на натянутом каркасе как и кожаная лента но сейчас она синтетическая удар тебе голову только просто немножко откинет но впрямую воздействие на голову не будет она не повредится что вот в старых шлемах он одевался практически на такого подвеса особо не имел одевался прямо на голову на пошли толстый но все равно повредить можно такого совершенства нет ну а шлем покажу еще шишак это то что из древности но шлем дошел в общем-то до современности вот шишак в общем-то сильно похож на ериконку новому немножко пониже и наверху вот этого шишечка ну да они она все выросла причем шишечка у них от случился уже исключительно для украшений по моему она была только офицером то есть у рядовых и не было насколько я помню вот а трансформировалась это все если брать россию ш-40 шлем образца 40-го года он прямую вырос из шлема и ш-39 ой 9 ш-36 образца они были незадолго до войны разработана причем наш ш-36 повезло что разорда успели обратите внимание его края история такова сделали шлем на вроде ш-40 поставили на манекен привезли в кремль показали присутствовал буденный прессе смотрел буденный посмотрел на этот шлем выхватил шашку был с оружием и по шлему рубанул и шашка сошла по шлему отрубила манекену после чего сделали широкие поля эти поля шашку уводят мимо тела но когда сороковом году стало понятно что кавалерия в том виде в котором она была до этого больше применяться не будет тогда в эти края убрали они были неудобны и ну и собственно современными войне они и не нужны а современные шлема сфера разные под этот самый американский и из него выше они уже защищают голову именно от осколков от пуль реже потому что самое слабое место в любом шлеме человеческой шеи и сильный удар по шлему он шею просто ломает поэтому бойцы предпочитают шлем не застегнуть шлем не застегнуть чтобы если что-то попало и у тебя с головы сбросил но тебя не повредила внутри шлема что-то было и этого внутри шлема ременный подвес то есть подвес который вот так от облегает голова шли над этим всеми висит он тебя прямой головы не касается это это вот касая то что касается современных шлемов если брать древность то там надевался войлочный подшлемник грубую грубо говоря волочная шапка потом на нее уже надевался шлем то есть такого подвеса внутри не идя дальше как следующий шаг развития по одним сведением в десятом веке китае по другим сведениям в восьмом веке в индии изобретается порох и как вы думаете что и ничего потому что кроме алхимиков которые изобрели китайцы баловались ракетами но именно что баловались потому что систем наведения нет вообще систем стабилизации но у тебя какая-то ракете примок на палках а точности речи нет а кучности если ты пускаешь несколько ракет в одно и то же место тоже речи нет то есть современная ракета которая попадает нарисованы на столе точку для того времени это просто недостижимо то есть если она вообще в этот столб упадет будет часть а то она может улететь куда нибудь но и современный ракет собственно не все такие точно есть те которые летят вот и зашвырнули вот она вот и видит там только как-то дальность вставляется это химическими средствами то есть сколько работает для двигателя ракета за счет и насколько насколько угол возвышения подашь ракетную стану вот и только в тринадцатом веке вот это уже пришло из европы точнее началось в европе монах бертольд шварц изобретает пор по новой уже он более точно дает пропорции и закладывает основы огнестрельного оружия но развивается огнестрельное оружие на востоке у нас то же самое название пушки пища это второй раз точнее уже в третий раз пор изобретают в девятнадцатом веке а кто скажет почему было третье изобретение фороха так пушки может перечислили не ну пушки и пища ли ну то есть появилась вертольд шварц изобрел пор появляется оружие огнестрельное и ручное и грубо говоря станковая но следом девятнадцатом до девятнадцатом веке в начале 19 веке изобретается с порох снова почему это генамика не имеет отношения нет это другой изобретайте бездымный вспомните фильмах показано выстрел из пушки ровные лукады ну да а еще порох состоит но про бездымный там сложные технологии разные химовещества дымный порох самый простой это смесь угля китайского снега и серы китайский снег отселит ее собственно почему китайский снег у нас называли пор пришел к нам собственно с той стороны с района китай появляется первые пушки пушки крайне примитивные опять же а прицельных приспособлениях речи не идет о том чтобы пушка стреляла вот как современные то есть попадание было такое но попал ты с там 400 шагов башню это были ядра просто это были здесь просто как отлитая что такое ли вы первые ядра были к каменными они разрывали дают не было ничего какой ты просто пробивали до разрывов 1 еще 1 пушки появили появляются вот так чтобы начать уже применять более-менее это пятнадцатый век а разрывные это еще дальше это ну пусть 18 конец 17 полноча 18 это сколько вы задача пушек пробивать задача пушек до задача пушек во-первых взятие крепостей разрушение стен чтобы упрощить туда пройти и вторая задача пушек это уничтожение армии причем в прямом прямом смысле в шестнадцатом веке у нас пушки на руси появляются в пятнадцатом веке причем сделанные именно у нас в шестнадцатом веке они применяются массово причем они наши делали пушки но наши наши в руси россии к пушки не разными измени что за европа их очень охотно покупала печальные стволы у нас разбирали как горячие пирожки но мы пищали и не всем продавали точнее не имела право торговать оружием только казна больше никто монополизировано таки правильно государево дело причем почему есть казенная часть оружия орудия до сих пор потому что принадлежность казни писала отливалась обычно регировалась на форме и вот по той памяти называют ну называли часть казна или казенная часть сейчас это вполне вполне официальный термин первые пушки были сварены из металлических полос отливать то есть из стальных полос отливать пушки из бронзы стали гораздо позже в первых пушках было огромное количество раковин внутри ствола поэтому плотно загнанные в ствол ядро это прямой путь к тому что весь расчет там так и осталось пушки разорвало еще в шестнадцатом веке была практика отправлять с пушкой и стрелять из пушки мастера который эту пушку изготовил то есть если убьет то и больше использовался как качестве подрывного средства прокапывали подделали подкоп под башни закладывали больше спортом поставили свечу зажигали присыпали все это взорвалось башни башни развали но до современной взрывчатки опять же далеко вот тогда в ядрах пушку вот это взрывчатый заряд не применяли и второе и пушки стреляли жребием жребий это мог быть каменный мог быть металлический мог быть свинцовый это либо маленькие камешки либо обрезки гвоздей скоб все мелкие обрезки либо и свинца отлитые там чего-нибудь или опять же те же самые обрезки царь пушку видели вот такие пушки применялись достаточно повсеместно для защиты крепостей задача этой пушки это уничтожение живой силу противника как это сейчас говорят делалось это как это град средневеков но так грубо практически вот представь туда засыпается бочка жребия и вот это вот все расширяющимся бонусом жуткая жуткая наверное а еще что делали еще что делали появились вы использовали фланкирующий огонь или фланговый огонь башни выдавались немножко вперед относительно стены и сбоку делали для больниц давали подойти поближе стене и делали два выстрела войск после этого просто не осталось но все кто подошли они там же ну либо отползали но уже никогда это практика была в каких районах во всеместном 16 веке перестраиваются все кори все крепости нашей и высокий владычный монастырь посмотри это все типичные постройки 16 века но правда не совсем типичное оборонительное сооружение не совсем совершенное самое совершенное это звездчатая крепость форму звезды там как раз ты подойти для атаки можно сложно нет ты можешь подойти только к углублению звезды между лучами а там тебя с двух сторон то есть взять такую крепость теми средствами практически невозможно современными средствами она понять там немножко про другое вот и помимо помимо пушек начинает применяться ручной огнестрельное оружие это мушкетоны или как мы сейчас говорим мушкеты европе либо пищали на это что-то нечто большое сейчас это я делал пока у меня тут было здесь не совсем пищали здесь стрелец пищали то есть говоря современным языком это ружье еще не винтовка это ружье с но здесь уже позднее пища показано на здесь уже присутствует знакомый нам спусковой крючок но пальчиком стрелец держит на ранних пищалях были кнопки нажимали на кнопку опускался фитиль на затравочную полку загорался на ней порох и через некоторое время загорался пора строить стволе происходил быстро поначалу пищали а ну соответственно потом все это дело преобразовалось кремневое ружье порох высекался уже кремнем были ружья с колесцовым замком за счет трения высекался но колесовый замок большого развития не получил он был сложен в изготовлении и он был ненадежен то есть пою у тебя бою задача одна оружие должно стрелять здесь и сейчас потом ты можешь его выбросить потом ты можешь его долго ремонтировать здесь и сейчас она должна работать колесовым замком такого не получалось поэтому пищали использовались поначалу как ну как баловство и только во время взятия казани стрельцы показали именно то на что они способны начало массово нет нет они применялись но как любое новое оружие всегда надо научиться грамотного пользоваться вот научились к взятии казани во время взятия казани стрельцы и даже в городских боях себя показали замечательно уже была продумана тактика использования и после этого огнестрельное оружие начинает собственно победное шествование по миру сначала значит заряжалась оружие как вот то что висит на груди у стрельца вот это все это называется бериндейка в ней находится вот в этих вот пузырячиках находится пороховой заряд и пуля либо как течь то и зависимость того как стрелять тебе надо подальше и попасть по кому-то одному стреляешь пулей если поближе и они убегут то это картечь там 8 картечен ствол закатываю исполнение диаметра ствола миллиметра сказать сложно но вот большой палец а то и по боли были пищали затинные диаметр ствола больше они крепились на средневековом подобии станка почему затинные то что запынет за здание то есть она на станке как знал кого используешь его целишься вниз и вот вполне такой вот как как станковый пулемет более только в 8 к этому самому 18 веку был появляется патрон что такой патрон все знают раньше большая такие металлические нет это ты про пулю да кстати забыл сказать первое из-за того что было много раковин стволе стволы были неровные первые в первых пушках ядра оборачивались пенькой причем через заряд пройдет но можно как пример современного использования подобные привести оружие ограниченного поражения это те кто резиновыми пулями стреляет там стволе специально сделаны в эти самые препятствия то есть резиновые пули их обтечет железные пули если попробуешь выстрелить она в стволе застрянется вот это сделано для того чтобы использовали только то оружие то есть требует припас который может вот но вернемся патрон это что такое патрон это когда у тебя пуля и метательный заряд собрана в одном месте поначалу о прямом заряжании патрона речь вообще не шло то есть это просто бумажный так сказать сверток в котором находится порах которым находится пулей просто собранном месте для удобства заряжания и во всех странах мира была команда кусь и патрон ты кончик патрона скусывал насыпал порах потом комкал все это вокруг пули забивал туда пулю то есть поначалу как очень долго все это было относительно долго ну да вот порах засыпал вставил пыль чтоб я порт никуда не просыпался потом либо картечь либо пулю закатил вставил еще один пыль здесь тебя бумажка выполнял роль пыжа и только в девятнадцатом веке появляется патрон в том виде в котором его знаем сейчас он называется унитарный причем он сейчас тоже не везде применяется до сих пор кстати патрон для точнее мешочек с формом для пушки назывался картуз и до сих пор у пушек есть картузное заряжание то есть пароковой заряд но уже правда не в мешочке а в отдельно там цилиндрике он заряжается отдельно это используется на гаубицах в зависимости того насколько далеко тебе надо стрелять ты там один два три картуза туда заправляешь то же самое используется в минометах вокруг хвостовика рядом у цеперения миномета привязываются мешочки с порохом опять же чем дальше надо стрелять тем больше мешочком и без фанатизма а то у тебя миномет разорвет вот до патрон просто так появиться не мог но имеется ввиду унитарный современный патрон подсначала был придуман капсуле в капсуле используются гремучая ртуть и плюс еще гертолетовая соль это те вещества которые при ударе воспламеняются то есть у тебя вот современный патрон металлической ну металлический стаканчик не упор заткнут пулей тебе его надо как-то в это дело воспламенить вот этим вот занимается капсула кремневого замка была трубочка на которую надевался капсуль и боёк по капсуле бил на заряжение было то же самое ствол порох потом пулю все абсолютно то же самое только с применением с изобретением патрона появилось оружие в современном виде то которую мы знаем и поначалу это появились револьверы причем бездымный порох был придуман позже револьверы первые были с дымным порохом сейчас как кино показывает салонах на диком западе прям в самом салоне он начал стрелять если бы начал там стрелять внутри он бы отстрелял 6 патронов в магазине то есть в барабане к нему подошли все посетители салона и надавали бы ему подзатыльников причем подошли бы к нему они на ощупь потому что там не видно было бы ничего из-за огромного блока дыма это современным оружием можно стрелять в помещение у тебя только так дыма не образуется ты видишь что там творится вот дальше оружие развивалась увеличивали дальней стрельбы увеличивали мощность оружия но опять же без фанатизма появляется оружие нарезной для чего это сделано для того чтобы пули ли дело точнее почему она винтовка вот у нас почему винтовка потому что ствол винтовой да вот и в ручном оружие в общем-то он появляется у нас самая известная винтовка это винтовка мусина собственно кто ее кто ее не видел это собственно вот классика но это уже если я не ошибаюсь это винтовка уже позднее советского выпуска поначалу просто казенная часть была патронов скользящий затвор который надо сделать вот так и каждый заряд в чем недостаток этой винтовки да что-то хотел сказать холостой такой стиль а это хорошо а вот в чем недостаток этой винтовки магазине всего 5 патронов и очень долгое заряжание то есть пока то остальные 5 это хорошо если у тебя есть обойма а что такое обойма это металлическая новичка как можно и для чего она нужно чтобы надо видно правильно для облегчения заряжания магазин магазин называют обоймой это неправильно магазин это магазин это то в чем патроны хранятся в оружии чтобы стрелять обойма это то самое что облегчает заряжание в автомат калашникова обойма тоже есть на 15 патронов две обоймы это заряжаешь магазин по приставил пальцем 3 как жалуется один товарищ учившийся в нашем военном институте как горит зима как мы перчатках холодно заряжаем ручную как лето руки свободно заряжайся обойму нет бы наоборот но не только мощно с собой но это уже был вроде мощного не нет 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 для мосинки гимма война была хранились подсумках в обойме хранились патрон это поставил обойму надавил у тебя полный зарядка если ты обойму потерял и у тебя нет времени перебой могу снарядить кто ты по одному патрону заряжал снайперская винтовка мощного из обоймы не заряжалась потому что стоит оптический прицел у тебя никуда будут поставить там заряжение только 1 вот но это в общем то уже можно сказать идеальная винтовка ручного заряжания с ручной перезарядки это очень практически вот лучше придумать что-то сложно вот это ну есть до современно они более точные там по другие патроны но собственно вот это уже хотя бы как минимум близко к идеалу ну и плюс появляется ручное оружие которое можно носить утрированно в кармане первыми это уже сделали кольт и браунинг знаменитый кольт 1911 года до 1911 производится используется до сих пор она уже обладает нам всем известными частями сейчас я покажу это на примере другого пистолета дело в том что на 60-х годах был объявлен конкурс на оружие в армии заменяли пистолет т.д. и товарищ макаров выиграл конкурс собственно он придумал вот это да это пистолет макаров возвращаясь кольту немножко основные составные части того оружия но во-первых коробчатый магазин да здесь особо не смотрите это оружие пневматическое поэтому здесь все немножко по-другому магазин здесь располагаются патроны в случае боевого оружия дальше предохранитель дал кольт предохранитель несколько урок в случае куркового пистолета это курок есть ударниковые пистолеты самый яркий представитель глоб причем причем еще у макарова в чем есть плюс в макаре вот вот сейчас данном случае курок спущен в макаре можно сделать вот так и выстрел идет что в кольте что в т.т. так сделать не получится ты просто давишь на спусковой крючок перед первым выстрелом надо заводить руками здесь ударно-спусковой механизм двойного действия в кольте ударно-спусковой механизма динарного действия плюс значится еще из составных частей кожух затвор возврат на кружина в кольте она под стволом располагается но самые основные части вот как собственно кольт с браунингом вот это дело придумали в начале прошлого века так с тех пор оружие принципиально не изменяется то есть она вот такой вот и остается я с вашего пистолета пистолета берут практически все штатный патрон для поэма ну собственно встать 100 лет макарова для своего времени да и сейчас это пистолет лучше в своем классе только класс этого пистолета это не армейское оружие а карман нужно собственно я так подозреваю пока я его не достал вы даже не догадывали что он сбоку висит да он скрыт его не видно вот он висит себе и висит никому не мешает и собственно изобретается оружие который может стрелять не просто одиночными в чем плюс пистолета такого плана магазине у тебя 7 или 8 или 15 или 20 зависимости от пистолетов патронов ты их выпускаешь один за одним потом как у макарова снизу нажимаешь на защиту защелку либо сбоку нажимаешь на кнопку магазин падает вставляешь новый магазин снимаешь затворные задержки кто не знает что такое затворный даже кто не знает что такое затворная задержка не знаешь смотри при когда заканчиваются патроны в магазине при последнем выстреле затвор остается вот в этом положении ты делаешь что не вынул один магазин ставим новый тебе чтобы перезарядить надо патрон затвор передернуть досвать стол здесь делается проще ты пальцем нажимаешь на рычаг все пистолет готов выстрел то есть это применяется это и в пистолетах и винтовках в автоматах но не во всем в калашнику этого долго не было появилось только в ак-12 если не изменяет винтовки свд это было но кнопки снять и затворной задержки не было на дворе чуть оттянуть назад а вот появляется пулемет самый первый пулемет какой карточница гатлинга с вращающими со стволами сейчас это появил получила на новую жизнь используется это война северо-югом до меня дарова несешь не очень не распространен задача задача какая расскажу на примере идет рота своим делам натыкается на пулеметный расчет перед расчет два человека пулеметный расчет по тихой грусти но видимо там камикадзе сидят начинают стрелять по этой роте что делает рота если командир грамотная особливости рот обучено во первых она несет первые потери потому что первый выстрел всегда лика цель люди не ожидают если они на марш если нужно дальше рота залегла и начинает перестреливаться с пулеметчиком задача какая сделать так чтобы пулеметчик старый продолжал стрелять по роте а если он это будет делать азартно и с этим самым как это бодро и весело стрелять именно по роте то это вообще замечательно командир роты выделяет двоих или троих или четверых или шестерых человек и в зависимости от местности от обстоятельств они этого пулеметчика входят либо с одной стороны либо с двух да и пока пулеметчик задорные весело перестреливаются с ротой к нему заходит во фланг и расстреливают его как как мишени в терь то есть как вот видела в каком-то фильме показали пулемет начал стрелять вот по роте на марше яйца плохо вроде бога это неправда это плохо пулеметчику его потому что слишком мало потому что его никто не прикрывает но прикрывает флангов да тогда так дороге плохо потому что это еще пройти на так вот а если это один пулемет а если пулеметов десяток то тогда уже плохо роте и собственно начиная с карточницы гартлинга идея автоматического оружия занимает ум и военных чем снимает достаточно активно придумываются пулеметы один из самых ярких представителей пулеметов это пулемет максимум максимум но дело все в чем дело все в чем пулемет сейчас был пулемет максимум